Первая ошибка очень плохая, женщины это просто ненавидят. Я где-то даже прочитал, что одна женщина была настолько шокирована, что покинула свидание спустя две минуты. О чем же я говорю? Это ваши устаревшие фотографии онлайн. Если вы состоите в отношениях и не обновляли ваши фотографии в Инсте и на Фейсбуке в течение пяти лет, то никого это сильно не расстроит. Но если вы в поиске, вы общаетесь в директе и завели профиль для романтических отношений, то лучше выставлять в профиль фотографии, которые соответствуют реальности. Конечно, вы имеете полное право делать более красивые фотографии, которые будут вам льстить. Но убедительная просьба, фотография должна соответствовать действительности. Серьезно, если ваши волосы седые и они уже седые последние пять лет, то вам лучше выставить фотографию, которая это показывает. Если у вас есть лишние десять килограмм, ваши тридцать, то не стоит, конечно, выставлять фотографию с вашим животом. Но и неуместно выставлять фотографию, где вам двадцать пять, вы в своей лучшей форме. Я уверен, вы скажете, что женщины постоянно обманывают, выставляя фотографии под определенным углом, и когда с ними встречаешься, то они вообще не похожи на себя. Вот именно, и каково вам это? Ну, если вы уже пропустили три-пять крошек пива, то вполне сойдет. Если серьезно, то мужчины более простодушны, но девушки это будут использовать против нас. В итоге это свидание никуда не приведет. Сегодня видео, господа, ошибки, которые делают взрослые мужчины, чтобы выглядеть моложе. Следующая ошибка. Носить студенческий свитер. Да, ты учился в Гарварде и хочешь это показать миру. Но уже прошло двадцать лет после выпуска. Хочешь поностальгировать, но получается, что ты живешь прошлым, и все это видят. Нет ничего плохого в том, чтобы носить свитера с командами. У меня у самого есть толстовка с техасской командой. Но когда я куда-либо иду, то я понимаю, что это не та вещь, которую стоит надевать на публику. Как бы это университетской команде лет двадцать, она уже разваливается. И социальный статус так не работает, когда прошло двадцать лет. Может десять еще куда не шло, но точно не двадцать-тридцать. Давайте поговорим про большие лого. Да, когда ты ребенок, то большие лого это прикольно. Тебе по приколу носить Поло с логотипом на половину рубашки. Но сегодня вам скажем сорок, пятьдесят, шестьдесят. Зачем вы носите это большое лого? Ну разве что бренд Поло платит вам за это деньги. Большие лого на молодых выглядят еще допустимо, хотя и небрежно. На взрослых мужчинах это просто плохо выглядит. Говоря об одежде, давайте рассмотрим футболки с принтами. Это приемлемо, когда вы подросток или в университете и хотите этим что-то доказать. В свои двадцать это по приколу, но лучше конечно выбирать простые. V-образные или Поло. Попробовать Хенли или что-то другое. Есть много вариантов помимо яркой футболки. Раньше у меня была вот такая футболка, я носил ее в колледже и помню об этом, потому что у меня есть приятель, жена которого до сих пор мне это вспоминает, потому что мы учились вместе. Я делал презентацию в этой футболке и ее шокировало то, что я надел ее. Да, хорошие были времена. Итак, сегодняшнее видео поддерживается моей компанией Вайтаман. Если вы еще не слышали, господа, мы изготавливаем самые лучшие натуральные средства по уходу для мужчин. Серьезно, наши продукты чертовски хороши. Если вы не удовлетворены на сто процентов, то у нас действует возврат денег, за которым стою я. Друзья, причина, по которой я вообще взял контрольную долю этой компании в том, что меня поразило качество ингредиентов, которые используются в составе продуктов. В течение многих лет вы меня часто спрашивали, где можно найти средства для ухода с хорошими ингредиентами, которые бы решали ваши проблемы и не раздражали вашу кожу. Знаете что? Вайтаман – это решение. Так что, господа, если вам 30, 40, 50, 60, то вам надо попробовать наши антивозрастные продукты. Антивозрастная сыворотка от морщин. Если у вас темные круги под глазами, попробуйте нашу сыворотку для глаз. А если вы живете в городе, где ваша кожа подвержена вредным химикатам в воздухе, то можете попробовать наш крем «Защита для кожи». У нас есть шампуни для густоты волос, кондиционеры для укрепления волос. Наши личные разработки – это еда для волос. Все это питает волосы и кожу головы витаминами и нутриентами. Это помогает волосам выглядеть гуще и объемнее. У нас также есть лучший крем для бритья. Я к нему неравнодушен, потому что сам участвовал в разработке. Получился действительно крутой крем. Если заинтересовался продукцией Вайтаман от Антонио, проголосуй за продукт, который бы хотел больше всего попробовать. Смотри закрепленный комментарий. Я стою за спиной этой компании и каждого продукта, который мы продаем. Итак, следующая ошибка, которую делают мужчины, стараясь выглядеть моложе, они не принимают новых цветов. Они пользуются только теми цветами, которые носили всю жизнь. Но вот в чем дело. Когда вы взрослете, ваша кожа меняется. Может измениться оттенок. Волосы тоже меняют цвет. Если вы начали сидеть, то примите это. Вы можете начать покупать себе серую одежду. Например, вы носили черный. Можете теперь попробовать темно-серый или средние оттенки серого. Можете начать отражать те цвета, которые есть у вас. Это могут быть более светлые тона, типа постельные оттенки. Может чуть более насыщенные цвета. Просто надо понимать, что с возрастом ваша кожа становится чуть светлее. И надо привнести те цвета, которые будут сочетаться с вами и вашим возрастом. Далее это делает себе беспорядочную прическу. Вы знаете, о чем это я. О длинных волосах, запущенных волосах, бунтарских прическах. Да, это было прикольно, когда вам было по 20 лет. Сейчас вам уже может 40 или 50. Ваши волосы сидеют, вам 30. И у вас еще много лет впереди. Парни, заботитесь о ваших волосах. Не стоит отращивать длинные седые волосы, только если вы не Хьюго Джакумет. Хьюго, ты красавчик. Если вы можете выглядеть так же круто, то просто проигнорируйте мой совет. Следующая ошибка, которую допускают взрослые, стараясь выглядеть моложе, это следовать всем трендам. Тренды это прикольно. Конечно, вы можете их пробовать, даже если вам 65, вы можете пробовать новый тренд. Я больше хотел бы узнать, подходит ли это вашему телу, потому что большинство трендов направлены на тип тела мужчины, который находится в лучшей форме своей жизни. Высоким и худым мужчинам, на которых зауженные джинсы будут выглядеть хорошо. Но мы видим, что тренды развернулись в сторону мешковатой одежды. Подойдет ли вам такой тренд, если вы 177 сантиметров и 65 килограмм? Наверно, нет. А вот если вы уже 100 килограмм при этом росте, это уже другая история. Вам надо подбирать одежду под свой тип тела. Следующая ошибка, которую делают взрослые мужчины, стараются говорить как дети. Вам уже 40 или 50, и вы пытаетесь повторять за двадцатилетними. Если вы проводите много времени в такой компании и понимаете, что это означает, не пробуйте. Иначе вы будете выглядеть подозрительно. Они сразу вычислят, что вы самозванец, и это будет куда хуже, чем если не попробовать. Следующая ошибка, которую делает взрослый мужчина, стараясь выглядеть молодо, носить слишком много черного. Я упоминал об этом ранее, но черный – это очень резкий и контрастный цвет. Когда такой цвет надевают на светлую кожу, а с возрастом кожа светлеет, кожа теряет пигмент, ваши волосы становятся светлее и тоньше с возрастом. Поэтому черный может показаться слишком сильным цветом. Он будет сильно выделяться на фоне вашей кожи. Этого лучше избегать. Какие же есть варианты? Конечно, можно пойти в сторону серого цвета. Очень много оттенков 50. Также вы можете выбрать оттенки синего. Это морской оттенок, ночной синий, светлый синий, индиго. Большой выбор в этой категории. И мне действительно кажется, что синий хорошо подходит взрослым мужчинам. Итак, следующая ошибка, если вы ее допускаете, то вам надо остановить это видео и срочно навестить своего барбера, чтобы ее исправить. Это начес. Господа, не надо никого обманывать. Серьезно, зачес – это преступление против человечества. Просто побрейте свою голову. Вы будете выглядеть лучше и более сильным и властным. Подберите ту стрижку, которая будет хорошо выглядеть с вашей лысиной. Повторюсь, для этого есть барбер, который может помочь с этим. Следующая ошибка, которую допускают взрослеющие парни – они пытаются пахнуть по-молодежному. Если вам 35-45 и вам нравятся эти духи, мир вам. Я сам люблю эти духи. Но почему бы не попробовать выделиться? Если вам нравятся сладкие и неповторимые ароматы, то попробуйте что-то, чего не делают 25-летние. У них даже смелости не хватит. И, на мой взгляд, это вас выделит в лучшую сторону. Надень это в клуб и будешь пахнуть, как все остальные парни в нем. Надень эти духи, и как минимум три девушки подсядут к тебе, и тебе за это не надо будет платить. Серьезно, господа, если вы уже взрослый мужчина, наслаждайтесь этим и носите соответствующие духи, которые будут это показывать. Я знаю, парни, что у вас есть свое мнение. Мне интересно услышать его в комментариях. Какие ошибки вы замечали за мужчинами, которые пытаются выглядеть моложе? Пишите в комментариях, какое видео смотреть дальше, как насчет урока в стиле от Тома Форда. У этого парня есть чему поучиться. Мне понравилось работать над этим видео. Ссылка в описании.